Добрый вечер! Добрый! Ну вот сейчас самое время об этом поговорить. Как считаете, сколько времени готовился этот проект и когда он будет официально презентован? Мы начали подготовку проекта где-то с июня месяца, потому что первые два месяца, май-июнь, когда начали активно размещать летние площадки, показал, что последние два года идет такой резкий туристический бум, и ситуация просто дошла до критической какой-то точки, когда пестрят там буквально каждый день заголовки в местных СМИ, очередной захват тротуара, опять перегородили, опять пристроили, и этому конца края нет. И точечно решать вопросы, каждый раз высылать туда бригаду демонтажа, и непонятные правила игры, непонятные принципы, по которым можно... Ну, они хоть были эти правила? Есть нормативные документы, есть решение Горсовета 3961 о размещении временных сооружений, есть нормативы по градостроительству, по правилам благоустройства, но единого документа, в котором есть графическая часть и текстовая, как можно размещать летние площадки, как нельзя, какие принципы зонирования, где, какие элементы, такого нет, и более того, нет ни в одном городе Украины. Поэтому мы здесь выступим в роли пионеров. Мы взяли за основу опыт зарубежный, мы это я, Константин Емельянов, который составлял эти правила, и мы работали с управлением архитектуры, консультировались у них, нас курировал, нашу работу, в том числе, Олеся Борисовича Янчук. И в итоге вот получился такой рабочий документ, который не до конца закончен. Мы его закончим в ближайшие три недели. Но дело в том, что основная часть, основные задумки, основные разделы уже есть. Они есть как в графике, так и текстом. Поэтому мы уже их разместили в общий доступ. Чтобы их может человек любой скачать, просмотреть, чиновник, бизнесмен, общественник, кто угодно. Дать обратную связь, дать свои замечания и ремарки, дать свои предложения. Мы их учтем. Через три недели работы такой с ними мы презентуем это все в депутатском корпусе. И передадим уже это все в руки депутатов, которые должны будут это облачить в форму нормативного документа. И далее пройти все регуляторные процедуры. То есть разместить на официальном сайте города, получить юридическую оценку. Через месяц провести общественное слушание и далее уже проголосовать за него. Общественное слушание как обычно или это будут все общественные слушания по правилам? Ну, по правилам. То есть объявления о проведении общественных слушаний, сбор информации, сбор предложений. Но вы планируете, чтобы это заработало уже в летом 2017 года? Ну, конечно. Поэтому мы взяли за это, я же говорю, с лета 2016 года. Просто Константин, человек, который, это урбанист из института города или Urban Institute, прежде чем, вернее, когда мы задумывали это и подошли к самим составлению вот этой текстовой графической части, он с волонтерами изучил разрезы улиц. Они прошли по большинству улиц в исторической части города, замеряли ширину, с рулетками ходили. То есть они изучали вопрос и старались не просто взять там чьи-то нормы и как-то привести к нашему историю, а пытались понять, как это будет уживаться с нашими реальными. Идея ведь в том, чтобы эти правила были приняты всеми и одесситами, пешеходами, властями и бизнесменами. Потому что для них и в их интересах сделать так, чтобы правила были унифицированы, чтобы не было избранных, для которых правила не действуют. То есть вы сейчас призываете бизнес давать обратную связь? Обязательно. Как-то реагировать, если они не будут это учитывать? Потому что на странице, где размещена уже ссылка, уже есть несколько комментариев, нам очень нравится, все хорошо. Но это комментарии нескольких бизнесменов, мы хотели бы получить больше отзывов. Ну, более того, в течение этой регуляторной процедуры будет еще слушание в депутатской комиссии, общественной. То есть еще можно будет накидать предложение. Это обязательно будет. Важно, что в городе Одессе появится правило. Любой открыл, как гайд, для чайников, летняя площадка для чайников. Открыл, посмотрел. Значит, я могу разместить тут и тут. Проведено зонирование улицы, есть фронтальная зона, есть пешеходная зона, такой-то ширины, есть коэффициент. А что касается контроля, будут контролировать это те же силы, которые сейчас этим занимаются? Или будет составляться какая-то новая комиссия отдельная, которая будет заниматься непосредственно этим документом и контролем и выполнением этих порядков? Нет, достаточно и тех органов, которые на данный момент существуют. У нас есть Департамент муниципальной безопасности, у нас есть Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. У нас есть ГАСК, которому в рамках децентрализации передали в этом году, месяц или полтора назад, функции контроля. То есть все на местном уровне, у нас достаточно всего. Просто если ранее правила были не в той форме, то есть было много отсылочных актов, в которых надо было разбираться. Более того, в этом решении 3961 была норма о том, что человек подает заявление, оно идет в Управление архитектуры. Те, пользуясь нормативными документами, дают или добро, или отказывают в размещении площадки. И после этого, то, что мы наблюдаем на улицах города, когда площадки занимают порой 90% тротуара и превращаются в капитальные строения, то есть бетонируются, возникают там швиллера какие-то, они остекляют ее, они ставят кондиционеры, вытяжки. То есть это вообще не пойми что, это не летняя площадка. Она должна монтироваться весной, разбираться осенью. Если бизнес все-таки поддержит правила, и, что важно, будет придерживаться этих правил, Одесса преобразится. Но мы считаем, что туристический потенциал центра города значительно вырастет. Почему? Потому что тот формат летних площадок, который мы задумываем, он, безусловно, позволит улицам стать более проходимым. То есть человек не будет стремиться перейти на другую сторону или протискиваться между существующими площадками, увеличится поток людей, соответственно, увеличится клиентура площадок. Более того, площадки не будут вызывать такого отторжения у людей, не будет такого негатива к ним, а они будут вызывать позитивка в нормальных странах. Для того, чтобы выдерживать эти все правила, в принципе, нужно понимать бизнесмену уже сегодня, что финансовый порог будет выше, да? На самом деле дело не в этом, потому что, наоборот, правила предусматривают, будут подробно прописаны элементы летних площадок, и эти элементы, в отличие от капитальных, они будут менее дорогостоящими. Поэтому мне кажется, что здесь будет, наоборот, им легче. Более того, они будут понимать, каким образом им необходимо ее разместить так, чтобы не получить отказа, они будут более уверены в том, что им не дадут отказ в размещении площадки. Все же по правилам, вот, пожалуйста, вот правила, вот летняя площадка, все нормально. Сейчас они этого не понимают или вынуждены идти на какие-то коррупционные действия, куда-то нести взятки и так далее. Это все нехорошо, это все раздражает. И так до какого момента еще будут носиться правки? В ближайшие 2-3 недели точно можно присылать правки в Управление архитектуры, потому что с сегодняшнего дня все, мы им уже все передали. Ну, самостоятельно чиновники Управления архитектуры скачали себе все это. Можно писать на страницу Константина Емельянова или Института города, можно писать на мою страницу. Обязательно все эти правки, они будут учтены. Далее уже перейдет, надо сказать, шар, да, или мяч Управлению архитектуры и депутатскому корпусу, и они уже должны будут завершить все эти процедуры. Хорошо, спасибо вам, подождем. Информация понятна. Сергей Дубенко, советник Одесского городского главы, говорили о презентации рабочего варианта правил размещения летних площадок. В 20.00 смотрим новости, а уже в 20.20 встречайте дебаты, будем говорить о том, как главы российских районных государственных администраций области массово подают в отставку, и что, собственно, за этим следует. Дождитесь. Вас же мы благодарим за участие. В сегодняшнем эфире прощаемся с вами до следующей встречи. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова